Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и в этом видео давайте поговорим о оральном половом контакте. Давайте даже назовём оральном контакте. Действительно, многие мужчины, как я уже проводя опросы среди подписчиков, поняла, что и многие женщины даже не догадываются, какую опасность может нести оральный контакт. То есть, если про вагинальные контакты уже все знают, уже со времён подросткового возраста, я надеюсь, внушили вам, что каждый оральный, ой, вагинальный контакт достаточно опасен, то вот про оральные многие вообще не в курсе. Поэтому давайте сегодня разбираться. Обязательно смотрите это видео до конца, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Друзья мои, также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе самых интересных новостей в мире здоровья и медицины. Обязательно задавайте вопросы, темы, которые хотели бы разобрать в следующих видео. Ну что, я предлагаю начать. Действительно, вопросов всегда очень много. И расскажу пример. Сразу начну с примера пациента. Не так давно обратилась женщина, моя пациентка, и привела на консультацию мужчину. И мужчина сказал, вот вы знаете, меня беспокоит прыщик. То есть небольшой-небольшой прыщик появился на половом органе. Я уже был у некоторых врачей, мне говорят, ну он прыщик и прыщик, бог с этим прыщиком. Соответственно, и меня в принципе ничего не беспокоит, но вот этот прыщик, он вроде как начал увеличиваться. То есть я все ждала, что он засохнет, а он вот увеличивается. Соответственно, что мы сделали? Мы взяли мозолку, взяли содержимое, да, с этого прыщика. Ну и как вы думаете, оказалось, что это, многие из вас сейчас будут в шоке, сифилис. Действительно, сифилис. И он в такой протекал именно аномальной форме. То есть не какая-то язва, не какие-то жалобы, а в принципе нет. Просто небольшой такой похожий на гнойный прыщик в области полового органа. Начали разбираться. Это, безусловно, все было уже без жены, потому что муж попросил строго-настрого не говорить жене. Но, конечно, по нормативам мы должны предупредить, потому что сифилис такое контагиозное и распространенное заболевание. Тем более у них были половые контакты. Поэтому мы также были обязаны пролечить женщину. Ну, когда начали разбираться, и мужчина был в недоумении и говорил, как же, у меня же не было никаких половых контактов, кроме жены. Значит, она виновата. Значит, она мне занесла такое вот неприятное заболевание. Да, то есть все палки, все камни мужчина пытался перенаправить в сторону женщины. Но что произошло дальше? Соответственно, женщину начали лечить. У неё каких-то явных таких проявлений не было. Потом начал мужчина вспоминать. Мужчина, он работает, перевозит грузы. И в одну из поездок действительно у него был половой контакт. Но он говорит, это же не был не половой контакт, а был оральный контакт. Я с ней не спал. То есть всё было очень аккуратно. Я сразу стала задавать вопросы. Аккуратно в каком смысле? У вас был оральный контакт в презервативе? Он говорит, да нет, вы что, без презерватива, ну а что в этом такого? Соответственно, результат вы уже знаете какой. Действительно был оральный контакт без презерватива. И слизистая к слизистой, рот к половому органу. И, пожалуйста, мужчина, к сожалению, пострадал. И обзавёлся вот таким неприятным, пренеприятнейшим заболеванием. Которое долго лечится, да, как вы знаете, долго остаются его следы в организме. И так далее. Хорошо, что вот мы вот так достаточно быстро его выявили. То есть, если раньше мы говорили, что всё, сифилиса нет уже с царских времён, в принципе. То на сегодняшний день он активно процветает. И как вы видите, при оральном половом контакте можно также заразиться сифилисом. Поэтому, друзья мои, это один из ярких примеров. Безусловно, это может быть и гонорея, и хламидиоз, и даже тот же банальный кандидоз спровоцировать как раз-таки какое-то воспалительное заболевание. Вроде бы рот. Но вы понимаете, что во рту, а рот это вообще является одной из самых грязных мест. Там содержится огромное количество микроорганизмов. Тем более, если есть какие-то нелеченные зубы, кариозные полости. И если у человека там нет зубов, да, в каких-то местах, челюсти, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Или наоборот, зубы разрушены. Это очаг инфекции. Плюс, как я уже сказала, когда вы встречаетесь с женщинами, вот, из случая, да, вот, пациента, будьте аккуратнее. Вы же не знаете, сколько у нее там было партнеров. Есть ли у нее вообще справка, да, о отсутствии тех или иных половых инфекций. Конечно же, вы ее не попросите. Но вы должны быть аккуратнее и помнить, что даже при оральном половом контакте вы, прежде всего, можете пострадать. Пострадать серьезно. Ну и, конечно же, ваша партнерша, в том числе, если у вас есть какое-то заболевание. Допустим, гонорелий, хламидиоз. Она также прекрасно передастся партнеру, да, поэтому, ну, партнерша, да, или вы заразитесь от партнерши. Поэтому здесь максимально будьте аккуратнее. Уж если вам так хочется вступить в контакт, и вы плохо знаете партнера, пользуйтесь барьерной контрацепцией. Только барьерная контрацепция сможет вас хотя бы на немножко защитить от неприятных инфекций, передающихся половым путем. Специально для мужчин, чтобы ваша потенция не страдала. Ваше либидо было только под вашим контролем и подвластно только вам. Соответственно, сперматозоиды были самые хорошие, а тестостерон самый высокий. Я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, поэтому подходит для длительного регулярного применения. Я вам рекомендую. Ссылка в описании, первая под видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте эффект мужской мощи. Продолжение следует...